МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщина на нашем канале у студии Сергея Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. С удержностью солдатам перемоги ветераны войны протягивают отримливать материальную допомогу до 70-ти годов в изволении Беларуси. Никто не забытый имен на 200 неведомых солдат, которые загибли на территории Крупского района, установили мясцовые школьники. Живая память. Материал Татьяны Кристофович. Гладкой дороги на Минщине удосконаливаются навучения у аутошколах. Учащиеся ощутили перспективу учебы здесь, перспективой, которая им отдаётся в других автошколах. Подяка за перемогу ветераны протягивают отримливать материальную допомогу до 70-ти годов в изволении Беларуси. На Минщине выплаты продугледжены приблизно для 6 тысяч человек. 10, 8 и 3,5 миллиона рублей у помер допомоги. Люди, которые часов отсутствуют по месту жихарства, упирают выплат, могут отримать гроши до 10-го липеня. У меня старая стиральная машина. Я куплю новую машину. Как раз вот эти деньги, они мне, как бы сказать, всё у меня будет. Да потом ещё кухню, там обои переделаю на эти деньги. Дню освобождения Беларуси и Дню Победы я вот немножко подремонтировал их ад. Значимая дата для ветеранов, потому что, ну, трудно переоценить или недооценить их заслуги перед Родиной и о том вкладе, который они внесли и в Победу, и потом восстановление разрушенного во время войны. Учитывая их возраст, учитывая состояние здоровья, я, конечно, я думаю, что для них эти деньги лишними не будут. Материальную допомогу в урочистые обстановцы отримали так само ветераны, которые проживаются в стационарных социальных установах региона. Солдаты у перемоги повиншовали в отделении круглосуточного знаходжения пенсионеров и инвалидов в поселке Урэча, Любанская района, а так само в Миколаевщинском доме интернации для ветеранов войны, працы и инвалидов на Ставцовщине. Никто не забытый, имена 200 невядомых солдат, которые загинули на территории Крупского района в часы Великой Айчыны и войны установили местовые школьники. Все дадзины зараз перепровираются, а после узгоднения прозвища будут нанесены на мемориальные дожки. А уже 3-го репеня до памятных месяцев складуются к ветке. До речи сегодня в районе поховано свыше 7 тысяч воинов Великой Айчыны. Только треть прозвища «Вядомы». Живая память. Материал Татьяна Крештафович. Мы сейчас находимся там, где захоронены воины, освобождавшие деревню худовцы. Здесь все воины известные. Школьный пошуковый клуб в Крупском районе где инишение даунам это устаревать имена загинувших солдат под час Великой Айчыны войны. Процесс кладанной информации узнать непросто. А ледейность молодцы захопила. Юнаки наводз нашли свои пленные методы пошуку. У ребят появилась такая мысль. Они уже давно разыскали своих дедушек, которые пропали без вести. И они сами предложили поискать пропавших без вести в Крупском районе. Мы вначале брали братские могилы Крупского района все. Смотрели, сколько там было похоронено известных солдат, сколько неизвестных. Потом мы координировали работу, помогали друг другу. Лаурентий Марухин особисто пошуковой деятельностью займается не первый год его мара с кластью родовод семьи. Однако покой тот шмат пробелы у многих известков прародных были страчены под час войны. Сторонки жития деду и прадеду застаются и сегодня отчиненными. Я сразу искал своего дедушку. Он тоже воевал во время Второй мировой войны. Его ранило в ногу, потому что освободили из больницы. То есть он не полностью прошел войну, но все-таки награды были. То есть я хороший с вами дедушка. По шуковой деятельности Лаурентий в Одессу местных одноклассников. Миссионные юнаки уже усталевали имена двух сотен неведомых солдат, которые загинули на территорию Крупского района. Разные люди были по национальности. Мы коронцы и поляки даже были, и литовцы все были. Грузины находили. Белорусы, конечно. Любой человек должен, в крайней мере, побыть на махилке. На территории района поховано свыше 7 тысяч воинов Великой Чины. Только треть прозвища уведомых. Несправедливость поспробует выправить сегодняшнее поколение. На территории Крупского района 100 памятников воинской славы. И из них именно воинские захоронения. Там, где лежат останки погибших воинов и мирных жителей, у нас 51 воинское захоронение. Каждое новое имя мы находим каждый раз по-разному. Есть отклик, нам с благодарностью обращаются родственники погибших солдат. Спустя уже 70-летие присылают нам обращение на электронную почту с просьбой возложить цветы на могилу своих погибших предков. Уседательный зараз перепроверяется. После узгоднения прозвища будут нанесены на мемориальные дожки. А уже третьего липеня до памятных мест ускладут к ветке. Татьяна Кристофович, Юрий Никитюк, Миншина. До инших тем, мощный пожар целком знищил стайню одной из огрысядебов при столице. Огонь у них у ночи вез Цебуцевича и сразу ухопил будинок. Внутри находились 12 коней. Для прибытия в ротовальника у знакомых господа, який приехал на отпочинок, кинулся ротовать живел и вывел с палающего помешкания 10 коней. Сам при этом мощно потерпел запеками 50-годового мужчина в тяжком стайне шпитаризованы. Причины пожара высветляются. Гладкие дороги на Миншчине удосконаливаются навучения в аутошколах, заменяются обстаревания и узмасняются практичную подрыхтовку курсантов. В учебный класс по обеспечению дорожного руха при Солигорском автобусном парке номер один цяпер отповедает европейскому узровню. Недавнее перообстаревание кабинета стало приемным подарунком как для супрацовников, которые повышают тут свое мастерство, так и для наведывальников аутошколы. Специальный тренажер для новичков, интерактивная дожка, существенные компьютеры, стенды и макеты дозволили повысить якость подрыхтовки будущих водителей и повысить квалификацию супрацовников автопарка. Как мы руководство, так и посещающие автошколу студенты, ученики и наши водители поняли, ощутили на себе все вот эти вот новшества, которые, что это благо для них. Учащиеся, которые пришли из города Солигорска, они ощутили перспективу учебы здесь с перспективой, которая дается в других автошколах. Их у нас в городе шесть. Они сами говорят, что эта школа совершенно другого уровня, совершенно другого качества обучения. И с удовольствием сейчас вот пошла группа и набирается вторая группа. Они просятся, хотят у нас заниматься. Спортсмены детям Любанщина в неделю принимают 35-ю республиканскую спортивную акцию. В Доме культуры везки Сарачи чекают больше за 30 белорусских спортсменов, олимпийских чемпионов, членов национальных сборных по хоккее и гандболе. Удельники акции не только сострянутся с местом Межихарами, а и наведывают социальные установы района. Подорунки спортсмены передадут шмадетным, опекунским и приемным семьям, наведают детячие домы семейного типа, центр коррекционно развивающего навучения, нейрабилитация, социальный притулок к таксамы детячую юнацко-спортывную школу. Кубок нарыч. На выходных в Мядельском районе белорусские яхтсмены-аматеры поспоборничают за звание лепшого. Ноги из удельника у пероможцы шматликих международных рэгат. У программе спортивного свята парад ветра зел заплывы на короткой и долгой дистанции выступлении на байдарках. Дорослых и детей чекая великая забавляльная программа. Завершится с поборництва узнагороджением пероможцев и святочным салютом. На этом у меня всего. Доброго вам настрою и до встречи.